Страна в ужасе. Нашу любимую актрису избили до смерти неизвестные люди. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная рассказала о покушениях на её жизнь, которые, по её мнению, построила внучка Мария ради получения квартиры. Артистка пострадала от падения тяжёлого осветительного прибора и обнаружила у себя в квартире разлитую ртуть. Знаменитость рассказала о двух эпизодах покушения на её жизнь в эфире шоу «Пусть говорят». По словам 80-летней актрисы, первый инцидент начался с внезапного звонка неизвестных ей мужчин, назвавшихся журналистами и сообщивших ей о своём приезде и готовности записать с ней интервью во дворе дома. Несмотря на то, что звезда не была подготовлена, она не отказалась от беседы и вышла на улицу. Её посадили на специально приготовленный стул, рядом с которым стоял осветительный прибор. Вскоре после начала съёмки огромная бандура свалилась прямо на знаменитость. У меня были синяки на руках, на ногах болела голова. Я даже потеряла сознание. Когда пришла в себя, эти люди уже куда-то ушли. Мне было так плохо из-за этих травм. Я долго ходить могла только с палкой. Без палочки я просто теряла равновесие. Поделилась звезда, при этом отметив, что скорую ей вызвали соседи. По мнению Светличной, к предполагаемому покушению может быть причастна её внучка Мария. Она даже сообщила, что та была где-то рядом, когда у неё брали то злосчастное интервью. Артистка убеждена, что родственники жаждут завладеть её квартирой. В связи с чем, она намерена переписать завещание на нуждающихся незнакомых людей. В ходе шоу была прослушана запись телефонного разговора с внучкой актрисы, в которой она заверила, что в её семье все обеспечены жильём и никто не претендует на недвижимость знаменитой родственницы. Скандальное заявление своей бабушки она объяснила преклонным возрастом и желанием напомнить о своей персоне публике. Комментируя слова внучки, Светличная сообщила, что для неё довод о наличии у всех родственников собственных квартир не является весомым. Пусть у неё будет пять квартир. Шестая тоже не помешает. Её можно продать. А молодой семье деньги никогда не лишние. В подтверждении своих предположений, актриса вспомнила ещё об одном инциденте, когда она обнаружила у себя в гостиной разлитую ртуть. Артистка выразила уверенность в том, что она могла остаться после одного из визитов внучки. Ртуть же очень опасна. Можно надышаться её парами. Я не разбивала градусник. Ей неоткуда было взяться, пояснила звезда. Отмечается, что все эти эпизоды были не единственными, когда Светличная подвергалась опасности. Однажды она была ограблена также представившимся журналистом, мужчиной. У меня деньги лежали в прозрачной вазочке. Этот человек мог легко их заметить. Я обнаружила, что деньги пропали только через несколько часов. Там было 600 тысяч. Конечно, полиция приезжала, расследовали что-то. Но я смирилась. Раньше у меня никогда не было таких с денег. Значит, и сейчас я могу прожить без них. Светличная утверждает, что сейчас живет в постоянном страхе. Доверять нельзя ни друзьям, ни родственникам. Единственный человек, с кем она хотела бы поддерживать отношения, это её маленький внук. Однако актриса не может дозвониться до мальчика и убеждена, что ему специально сменили номер, чтобы он с ней не общался. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. Продолжение следует...